Амкал в финале против сборной МФЛ. У них есть, честно, топовый состав. Легко точно не будет. Мы знаем то, что Амкал у нас боится. Эрик, минус три. Эрик, минус четыре. Эрик идет на рельс. Да, молодец. Хара берет дигл, Хара берет дигл, Хара берет дигл, ну и Фанки берет раунд. Да, да, лучший! Фанки, блядь, ебучий. Я контрстрайкер. Да, рестарт раунд, блядь. Да, какой рестарт, Сейн, это блядь. Ну, в смысле, рестарт раунда, блядь, что? Блядь, давайте Машниса до Талван, нахуй. Сеня берет, пьет, и у него пиздец. У нас трое против. Ребят, всем привет, вы на канале ГАЗ. Ну что же, финал, Амкал в финале против сборной МФЛ. Хочу сказать сразу, здесь вы увидите все. И камбэки, и скандалы в финале, и невероятные клатчи, и нервы, и эмоции, и слезы, и даже где-то пихащие драки. Так что мы дождались этого. Амкал, сборная МФЛ стартуют. Думал я, что банка будет с нами, учитывая, как они начали эншин, но не тут-то было. МФЛ у них есть, честно, топовый состав, вот, поэтому легко точно не будет. Ну, чуть-чуть волнения присутствует. Хорошая команда, реально хорошая банка, там у всех по 2 500, по 2 400 л. В принципе, мы знаем, что Амкал у нас боится. У нас установка просто вот, выдать первые раунды, чтобы они понимали, кого они боятся, чтобы у них это сидело в голове. И тогда все, на конце игры мы про них забудем. Да, слушай, никого там особо в целом не знаю, кто играет только имперу, поэтому не знаю. Повезет сильнейший будет, для Рица. Ты сильнейший? Я? Нет. Я слабейший из всех. Если мы настроимся вот на эту тему и, типа, жестко будем попадать в голову в первых раундах, игра закончится очень быстро. И плюс мы эншинт, это их карта, мы начинаем с нее. Для меня это очень важно, типа, играть первую карту противника, потому что если мы на них их деклассируем, на нашей карте у них, тем более, не останется эмоций, чтобы против нас что-то показать. Будет сложно, но мы постараемся выбить. Команды, ну, 100% мы одинаковые. Возможно, даже немного будет допов. Будет интересно. Люблю, когда тяжело. По сути, первые две карты те же самые, что мы играли с банком. Вот, и для нас ничего нового. Третья даст, вообще, на самом деле, ненавижу даст. Вот, поэтому, надеюсь, до него не найдет, и мы закроем игру 2-0. Мы тяжеловато играли первый раз на эншинде, поэтому, ну, я думаю, эншинт там будет очень тяжело, хотя, мираж, мираж умеет все играть. Максимально, думаю, близкая игра будет. Забираем эншинт. На мираже, как раз в это окно, с авиком непроходимая стена, поэтому, надеюсь, 2-0 и спать едем за эту тренировку. Просто хочу кайфнуть, потому что я в жизни не играл в какие-то турики ПКС. Это вообще чуть новая. Турнир охренительно, Газ большой, умница, я надеюсь, у него все получится, и это только начало его больших турниров. Первый раз, когда я вот так вот играю, у меня, вот я сейчас вернул, мы играем в финал, а у меня вообще руки, знаешь, холодные, трясутся все. Потные все руки, короче, просто там. Ты вроде уже играешь там на больших стадионах, там при большом количестве болельщиков, но тут просто вот в этой потной, вонючей будке с пятью своими кентами намного больше мандражируешь и переживаешь. Поэтому спасибо большое, я надеюсь, такое будет только чаще. Также я хочу тебе сказать, этот ролик и весь этот турнир вышел при поддержке моего партнера, ВК Малабет. И я хочу тебе напомнить то, что переходи в закрепленный комментарий, там ссылочка на мою телегу, обязательно подпишись. Там есть вся информация обо мне, мой лайв-контент и самое важное, что акции и бонусы для тебя. Тем самым ты поддерживаешь развитие моего канала. Не буду говорить слишком долго, вам безумно понравится этот финал. Этот финал достоин твоего просмотра. Что, дорогие друзья, поехали в гранд-финал этого замечательного турнира. Амкал против сборной МФЛ. Первая карта, карта Эншент, выбор команды Амкал. Соответственно, они начинают в атаке, МФЛ в защите. Но сегодня сборная МФЛ уже имела честь на этой карте показать себя. Давайте посмотрим. Поехали, Ринарио. Первый фраг находит по каре в штанах, а это 4 бублика и заход на базу А. Давай, ух ты, как же многие интересные темы, там граната залетает. И давай, Арс, дали по фразу к слову. Ой-ой-ой, Ринарио, Ринарио, ой-ой-ой, мать моя жажда на родилайн-вокер. Минус 4, минус 5, это эйс. НАСЬ! Минус 5, Ринарио. О, эйс, да, ребят, капец. Барни, все собрано, каждый по своей позиции. Арсений Левшук там будет за гранаты отвечать. Он точно все знает. Все дымы, все гранатки, все молотовые. Артемий Форзоризоров его, конечно, быстренько научил. Вместе поискатают ребята. Ну и сейчас Ринарио активно слушает центр. Говорит, ребята, здесь все чисто. Либо выход в точку, либо долгий сплит вырисовывает. Ну и пока что расплит на базу Б. Хотя, может, Ринарио, что-то интересное покажет. Но попадает по Эрико Фавмасяну. Ровно один патрон. Но не критично, что его здесь отзонят. Там Сеня Левшук с Меда. Да-да-да, Сеня Левшук. Фраг на стол. Это просто перескут. Минус от карпу Фанки. И последний. Ринат Васиченко остается. Шестью фрагами. Пять на пистолетке. Один на втором раунде. И сейчас пока без фрагов. Просто за сейвить имку было бы весьма к стае. Ну вот. В итоге один фраг он находит. Но дальше его не отпустят. Первое дело. Либо он бы его не отпустит. Либо Арсений Левшук. Ух ты, Сеня. Ну в итоге кара. Приходит и добирается. Два килла для Ринарио. Все, брау. Берем раунды. Они закупаются в итоге. Ничего себе. Ничего себе. Четыре Мактена. И я, который темет. Выпишись на балл. Вот. Вот. Умеется размен от кары. Вот тебе и брешь. Вот тебе и брешь в защите МФЛ. С быстрыми раундами до сих пор многие команды не успели предоставляться. Прием. Продало, конечно, здесь. Ой, е-е-е. Мог двоих забирать. Пробо сейчас по империи. Что? Один в один. Фанки против Каратов. Еще и молик. Смотри, а? Укара опытный. Волк. А у Степы есть диффуза. Слово. А вот осколочную кинуть бы туда. Да, Фанки? Осколочную кинуть. 13. Он 12. 6 секунд есть. У него на меня просто... Фанки, Фанки, Фанки. Ну, в Фи-фе Фанки кнопки жмет лучше 100%. Блядь! Все нормально. Осторожно! Айс, блядь! Давай, гикян. Немножко погорел там. Сайт пока что пустой для команды Абгал. Они ничего не знают. Давай, гикян. Гранат больше у него нет. Хорошо. Первого увидел, второго увидел. Все. Ну и, по сути, интрига-то у Касла в этом матче. Точнее, в этом раунде. В этом матче. В этом раунде ее, наверное, даже и не было. Разве что, если бы не угадали с направлением атаки изначально. И анлука для Импер. И у него будет 4.5.5. Не хватит 50 долларов на анлука. Пацаны, у нас фаст... Я просто делаю. У нас фаст раунды получаются. Что, может, Б? Б можно попробовать, да. Ну, а вот так вот Эрик-то в масях проходит своего оппонента. Знает, что в Киви еще играем. Друзу. Вот информация. Эрик, его тоже. Какие они все биты, ребята. 17, 6, 30, минус первое. Это как раз... Ой, скрапуп еще и в дым из робота нашивает. Ну, прям жесть. А есть еще гранатки? Вот она, гранатка. Полетела, полетела в дэвболт. Арсений Левшук. О, же минус. Искусство бесконтактного боя. Ну и что, Эрик? Минус 3. Лоу хп Эрик. Поставить пачку хотя бы. Ну и мы здесь уже этого сделать. Я думаю, что... О, Эрик минус 4. Эрик идет на эйс. Ай-я-яй. Надо пихать. Ай-яй! Блядь, хорош, хорош, хорош. Анфи, блядь, ебучий. Хорош, хорош, хорош. Ну что, быстрый выход снова на точку В. Что-то меняется, что-то остается в вечном. Ну а быстрый выход, а, быстрый, работает. Ну так, вот скрапуп выходит. Первого, второго забирает еще и снайпер. Будет пикать. Не, ну если бы он еще одного бы так забрал, то было бы слишком гранатское торсение. Это не самое хорошее. Знаешь, что кейк, и в итоге... Да, фронт. Слобок. Видит в КТ. Панки. Панки. Пашки. Погиб. И все. Зузу. Один в один. Против партия нелюбчика. Дымные войны начались у нас. Да, и все-таки Зузу здесь просто дождался. А, не успел! А, не успел! Бомба взрывается, это 5-4. Амкал забирает раунд. Сука! А, не успел! А, не успел! Ееееееееееееее! А, не слышал, где пачка дефается? Не слышал. Так она же вот в фанате. Видимо, готовы к ретейку. Зузу с крапуком. Оп! Или фрук. Попадает желтко по Зузу. 27 хп остается. Пачка стоит. И начинается наш трейф. Попадает лютый нашив. 13 секунд. Езди фуза у Скарапупа. Скарапуп идет, Скарапуп бежит, бежит, бежит. Ну зачем же ты бежишь? Не успел, не успел. У него нет, у него нет. Хорош! Сосать, ёпты, блять! Не хватит у меня в прыжке долл, ахуй. Бля, как им прет эта пизда. Нам чуть... Мне сейчас чуть не хватило инфы от фанки, потому что они втроем вышли фанки. Это че, если че не парь. Все просто я не услышал. Ты же сказал. Фанки. Минус к Арсению Левшуку. А, вот карман-то я чувствую не проверю там кал, да? Первый минус есть. Эрик пока что не распикивает. Два в пять. Нет, два в пять тащить можно, но тяжеловато. Тяжеловато. Ну вот один в пять уже, наверное, здесь да. Для давы будет очень тяжело. Я бы даже сказал, наверное, невозможно, потому что... Времени мало. Первый есть. Второго. Нет, второго не хватило. Давим, но это семь-пять. Блять, мы вместе сыграли, нас разъебали. И хорошая половина, очень хорошая. Хорошо, нормально. Я вравлю, блять. Держите просто у себя в голове, что они все получилось. Все. Они сделали это лучший в половине, который мы могли бы. Пока выглядит как довольно... Это ошибочка. Это масс-выход МИД. Это масс-выход МИД. Арсений Левшук с беретами. Ну что, поехали, Арсений. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Ну на двоих хватило, Арсений. Собот, да? Снимает, ну же. Ну нет. Случилось? Панки, ничего. Панки агрессивные, не мешают постреляться. Ну, два в три. Большинство ритейка для Канкала. Двери в панки. Последний Ринарион. Ебать, я их отъебал, блять, нахуй. Полетела раскидка. Ну, полетела. Уй, кара, как же все. Как же все. Ну, в итоге. Да, вот, угибает, угибает кара. Хороший склад. В спину заходит Скробот. Еще один минус находит. Да, в арсений, китайца. Скробот погибает. Есть инфа по рампе, а по второму инфе нет. Может, у кого-то, он будет в Киеве. И вот он как раз в Киеве и забирает. Это Ринат Васиченко. Времени мало, но диффуза присутствует. Попробую дернуть на пачку. Или же просто... Так. Арсенийчка, левшучка. И просто... И в итоге выход будет на точку А, где как раз-таки один Скробот. Скробота, кстати, увидели. Увидел его... Ринарио. Ну, просто, наверное, должен был... А, гранаты. Робот. Фу. Ну, здесь все, и гранаты, и молики. Все прилетело. Скробот там, конечно, я думаю, подгорает сейчас люто. Ну, и кара с АВП. В зум не входит, чтобы не... А вот теперь вы слышали его. Аймпер, походу, не услышал. То ли из-за гранат, то ли из-за дыма. Непонятно из-за чего. Ну, и в итоге... Сузу сидит просто с танами у нас. Фанки, фланки. Фанки последний. И его здесь должны забирать, да? И усилий Эрика хватило здесь, чтобы сравняться с ним в один в один. И переиграть. Блядь, лучший сыр. Баблз, блядь. Баблз, блядь. Баблз, блядь. Люблю тебя. Блядь, коротко. Орут нахуй. Ничего. Блядь, он золота прочекал. Нормально, нормально. Я просто не знал про демпл. Все окей. Нам чуть гранат не хватило. Ух ты. Я уже думал, стрельнет. Стрельнет. Нет, имперами стрельнет. Так вот, нужно вам калду скомпоновать экономику, чтобы более-менее следующий раунд уже на спокойнейших играть. Но, ребята, давайте смотреть. 18 раунд. Очень долгий КС у нас на этой карте получается. Оно неудивительно, как играл в финал. Здесь первый контакт отдаваем. Ну, и еще одного битого оставил. Грубо говоря, импер Минус Кробот. А здесь авик в исполнении Кара. Неужто пода пойдет? Да, нереально пойдут пода. Прочитает ли эту всю перетяжку Арсений Левшук? И, по-моему, да, он все слышит, он все слышит. Ребята говорят, это я все знаю. Опа, язжу. Арсений Левшук. Это сейв. Могли, могли Амкал выиграть этот раунд, если бы Арсений сейчас вот эту дуэль выиграл. БЛЯТЬ! Надо сейвить, надо сейвить, яд. Поможешь? Конечно, ну че мы 4-2, блядь, сделаем. Видите ошибки, они сейчас, может быть, подожмут Хэвен, подожмут Б. Тем, не стой на смапу, тем, смотри рам, пацана. Так, а у нас у Давы вообще армора нет. Интересное решение. Мидл поджали. Мидл поджали, и первый минус Арсений. Слышит, слышит, слышит. Ой-ой-ой, Эрик, ну жестко, жестко. Туринарио играет, да, такими вот шаблонами. Его уже все выучили. НАРОШО, БЛЕДЬ! Нормально, все нормально, мы знаем, как они стоят, все окей. Давай-давай, внимательно, слажный раунд, вообще. Нет, снова быстрый выход на А. Снова, собственно, быстрый выход на А. Робот дает, ну фу, пацанеты, штанеты, говорят, снова заход. Эрик минус Поринарио. Ну и теперь этот раунд смотрится куда перспективней. Бля, ой, а публик не дал, смол. Публик не дали, смол. Ну, просто здесь все-таки потушили. Арс на размене. А вот это имеется. О, ты ЗУЗУ, ЗУЗУ! Прошу, Эрик против Фанки, Фанки! Здесь Кара остается 1-2 против Фанки и Имперы. Смотри, прям граната в лицо прилетает. Значит, за Иксом один, и все, и по последнему тоже информация присутствует. Флешка прилетает. Кара берет Диггл. Кара берет Диггл. Кара берет Диггл. Кара берет Диггл. Ну, и Фанки берет раунд. Куда хоть не прыгаешь, толбоеб ты, ебаный, блядь? Да! Да! Лучше! А по деньгам-то у Амкала все довольно скверно, если быть честным. Есть АВИК, есть МК, ну и 3 фармилочки. Куда пойдет Кара? Искать свои фраги. Они снова падают. Они снова идут под А. Здесь Эрик сидит, ждет, Эрик сидит, ждет. Но в дымы его не... Его заметили, его заметили. А Эрик ищи фраг дает! Вот это Эрик выжил из этой ситуации просто 300%. 400, сколько хотите. Зузу погибает. Вот так вот. Это в итоге заход через штаны на точку А будет, друзья. Одного отправляют по точку А. Слышит прекрасно Арс. Всю эту историю. Неужто они сместят еще и... Карата с этой позиции? Нет, они не ведутся на это. Они не ведутся на это. Они на это не ведутся, ребята. Здесь Кара стоит, ждет. 12 секунд, и кто-нибудь куда-нибудь выходит. Ай-яй-яй, Кара мажет, Кара. Кара мажет. Он сейчас добивает все-таки. Времени нету с парку пачки. Кара минус 2. 12-11. Импера после времени может погибнуть. Скробот открывает на него охоту. Ну что же, Скробот или Импера? Скробот или Импера? Импера, ну зумом. Урау! Урау, нахуй. Ебать, я где-то ужасно попадаю. Песно надо. Молодец. Бля, нахуя перемудрили в этом раунде. Да. СВП контроль, заход на кейф. Если Пупи так будет на шифте выходить, это погибель. Да. И второй на шифте выходит. Серьезно, Кара здесь пикать уже нельзя. Парни, это наша игра. Это наша игра. Бля, я просто Эрика убить не могу, блядь. Мы ни разу не сделали самый элементарный раунд. Просто поиграли сюда на кейф. Мы ни разу не ждали этого. Давай, идем, блядь. Фух, сейчас пилы дышим. Компакции, нахуй. Робота, бля, лучший. Поехали, первая серия овертаймов. И обращаем внимание на то, с каким же девайсом играть. Ринарио. Это П-90. Друзья, поехали. Что-то из этого получит, почему быстрая. Ринарио готов влетать. Ринарио влетает. А где дымы? И дымы, дымы, видимо, отправились куда-то далеко. И на то, ребята. Карам. Погибает КВП. Здесь Даба живет. Даба живет на лоу-КП. Быстренько его забрали. А Эрик тормотился. Они в КТ идут, они идут в КТ. Эрик слышит, Эрик слышит. Ну и все-таки погибает. А Эрик в Масян. А Арсеник Элевшук уже здесь. Арсеник уже здесь. Опа, первого забрал, а второго не видел. Подобрал себе М-ку. Бежит с КТ. А здесь уже Зузу его ждет. Понимает Зузу по таймингу, наверное, что все-таки в КТ прошел его соперник. Может, дым дать? Ну и вот так вот. Хорошо, блядь. Блядь, елдови тени, нахуй. Блядь, да ебаный рот, нахуй. Я хотел тебе сказать, что он обходит, но не стал подбирать. Да не, все охуенно. Пять в два мы залили просто, блядь. Но быстрого выхода на Б, я думаю, мы уже с вами не вправились ожидать. Было бы слишком читаемо. Но Дава, тем временем, все равно идет в Кейв. Первый карат. Погибает Эрик. Вот там Дава. Первый раз нахуй дает. Второго не получается. Добрать. И это заход на Б все-таки. Все-таки заход на Б. И Арсений Левшук максимум, мне кажется, что здесь успеет перехватить одного игрока, летящего с переспы. И то Ринарио здесь уже не пойдет. Он будет смотреть. Да, он досмотрел. Он дождался Арсения. Ну и скоро вот последний с АВП. Ловит голову Фанки. Но за ним будет объявлена охота. Ой, какая простенькая идеальность. Какая идеальность. Ой, скробот. Ой, как же ты дерешься, а? Ну все-таки его добирает Импера. Блядь. Давай, пацаны, один надо взять, блядь. Это пиздец, как в Абке играет, блядь. Как он бежит нахуй просто на ноге. Ну, Амкалу хотя бы один в Тифансе надо забрать. Иначе там вообще тогда безошибочно нужно будет провести вторую половину, чтобы выйти на еще одну серию овертаймов. Так, карах. Парах. ВВП. Первого есть. Второго есть. Все. Выход на точку А остановлен. Тут уже Арс поджимает спину. Эрис Пу. Только я с Капу. С Капуку его дождал. Но там дальше Кару пройти тяжеловато будет. Кару минус на Империи. Ну все, по последнему есть информация. Блэд. 14-13. Один раунд все-таки в защите забрали. Амкал. НТ, пацаны, молодцы. Блэд, как мы им двором долгали. Это пиздец. Они молодцы. Кто бы это ни кое. Мне кажется, просто админ сзади меня вот сидит, который, он как будто бы качатится. Пиздец. Это вообще пиздец, блядь. Смена сторон на первой серии овертаймов. Амкал. 13-14. МФЛ. И по первому таймингу Амкал готовы занимать центр. Так, ревил. О-о-о-о-о. Это еще хорошо, что не шашлык, друзья. Это еще очень даже хорошо и легко отделались, Амкал. Есть первая минус Атерика. Выходит префом, но вторая, что-то брать не получит. Там дальше не первая. Арабатывается. 15-13. 22 маппоинта. Пацаны, возьмите паузу. Паузу, 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 пожалуйста. Бля, братан. Фу, не возьму. У нас больше нет права на перерывы. Блядь, нельзя, ебать. Блядь. Синя, блядь. Что, садиться за синюю, блядь? Витыш, садись, да, хуй. Ждан, садись, блядь. Что покупать ему? Пацаны, что ему закупить? Что хочешь? Калаш, калаш, калаш. Вообще не раунд. Посенилифтуб там куда-то стоялся. Что-то не работает. Может быть, ПК-чуть будет. Синь, быстрее, блядь. Да что за хуйня, блядь? Нельзя могли паузу взять. Да не было паузу. Все, блядь, минуту, пацаны. Все, пацаны, садись, садись, блядь. Синя, все докупает. Ну, 20 секунд потеряли. Опа. Тара увидел в окне имперу. Ну, в девятку здесь лучше, конечно, не прыгать. Иначе будут огромные проблемы игроков-амкала. Тогиарс просто подходит в редрум, видит имперу и погибает. Опа. Ну, прыгать здесь уже импера не будет, понятное дело. Разводит пока что карата, как только может. Раскид на точку СВ полетели. А здесь три опорника. Ой-ой-ой. Флешка от нее дава не отворачивается. Лево. Панкли. Ой-ой-ой. Не видел. Увидели. Увидели дава, но только один минус от Эрика. Ну что, дорогие друзья, скробот последний. 13 секунд. Это ГГ. МФЛ побеждают в первой карте гранд-финала на пике Амкала 16-13. Довольно. Жесткий матч получился, но Амкала... Следующая карта номера. Да, рестарт, раунд, блядь. Да какой рестарт, Сейна? Ну, в смысле, рестарт, раунда, блядь, что? Ты говори, блядь, ну это чья проблема, что у нас пауз нету, блядь. Наша? Какой у вас рестарт? В смысле, блядь? Мы не нажали, у вас стояла пауза. Так, вот это, техническая пауза, блядь. Не было ее, не нажималась она. Сейна берет, бьет, у нее пиздец. Он говорит, паузу ставьте, пацаны, мне пизда. Начинает выбегать, у нас пауза не ставится. Эрик прожимает паузу, я на своем прожимаю, у меня не ставится. После той паузы. Раз, просто я не понимаю, знаешь, зачем мы пошли играть тогда? Ну, нахуй вы играли. Стойте, мы переиграем этот раунд. Наверное, будь я со стороны команд соперника, это, наверное, тоже бы удивился и, наверное, не согласился бы. Но в целом, там, нас тоже в какой-то степени можно понять. Мы там прописывали паузу. Давай, Маш, смотри. Мы просто правы. Смотри, нет, просто я не хочу ни с кем отношения портить, но просто смотри, условно, сейчас мы проиграем по правилам. Переверни эту ситуацию, мы бы сейчас проиграли, сказали, переиграем раунд. Как ты думаешь, они бы нам дали себя? Нет, нет. Мы даже не сказали. Нет, против, блядь, давайте Машница датал вам, нахуй. Это медина. У нас трое против, гад. Нет, просто вот эта хуйня может наукнуться. Мы можем быть максимально добрыми, блядь, мы проебем, потом, блядь. Это ключевой вопрос, не будет такой ситуации. Что бы они сделали на нашем месте? Будет, да, потому что мы просмотрели логи, кто писал, команда еще была. И оказалось, что не сломались паузы из-за того, что поставили тактическую сломну. Так, тактическую сломалась обычно пауза, и у них поставилась пауза. Хорошо, мужики, давайте просто на остальных выиграем. Они сейчас не это будут делать, они будут по-любому что-то другое делать. Ну что, друзья, поехали. 15-13, целых два маппоинта у команды МФЛ. Сможет ли Амкал добрать эти самые два раунда, пресловутый, вернуться в эту игру на еще одной серии овертаймов, или же все-таки это будет победа. Счетом 16-13, давайте посмотрим. Стартовый смог в окно, сразу же, Импера с авиком на этой позиции, тренариум на точке А, и его уже кава. Кава хотел быстренько распикать, но это ошибка. Это ошибка, друзья, полетели. И оп, промазал, и Импера взял заропад. Ух ты, Импера, чё дал паск роботу. В итоге 2 в 4, Эрик и Карат вдвоем, Смакавка в Катеницу. Ой, эй, эй, Импера еще и 3. Так, ну в итоге Эрик 1 в 3, против Зузу Фанки и Скрапупа. Ну тяжеловато будет. У меня Эрик в Товмасяна, первый есть. И можно как-то этот раунд доигра. Позиции базы А, мы с вами все прекрасно. Эрик, мне кажется, хочет Даталова довести, а здесь Зузу его будет чекать. И это ГГ. 16-13, МФЛ забирает первую карту. Бля-а-а-а, сел в последний момент, нахуй. Да, бля, больше пиздили. В натуре. Найсно. Ну и че, блядь. Ну вот и смысл. Вы что, вы поняли, я сам мог это раундить. Я 3 килограмма с Алика спокойно. У меня только КД хуже стало, сука. Просто мне подарили 3 килограмма. Справедливость существует. Мы на Эншенте, что когда первый раз играли против банки, что здесь мы себе придумаем раунды, а потом сами начинаем типа отыгрывать вот раунды, которые мы отдали. Последний раунд, это то, что мы переиграли. Честно скажу, я изначально, ребята могут доказать, я сразу говорю, давай переиграем. Но когда мне Рен начал показывать, что они типа доигрывали этот раунд нормально, у меня в голове первый вопрос. Почему они побежали, почему они не стояли АФК, это первое. Я в целом вообще не знал, что можно переиграть, поэтому я и там побежал доигрывать эту минуту. Если бы знал бы, что можно, то остался бы там на месте. Второе, почему типа когда ребята вот это вот все разописали, я это видел. Если бы они просто стояли, вопросов бы не было. Но второе, когда типа вот они пришли и попросили переиграть, у меня в голове первая мысль, если бы я пошел к ним и попросил бы переиграть, честно, мне кажется, там большинство было против и они бы в итоге добили. И третий вопрос, самый для меня главный, вот этот раунд, то, что они сделали вот анпауз, в итоге Сеня сел, они с минуты 10 начали играть. Если бы они выиграли этот раунд, мы бы переигрывали его? Конечно нет, потому что все нормально, они выиграли. И они могли его выиграть. Просто так получилось, что я в миду с АВиком разобрался. В итоге мы перезапускаем, и я с АВиком еще жестче закрываю вопрос. Прикол в том, что мы по итогу сейчас что сделали? То же самое, они поняли, что мы тогда стояли в троем Б, когда они выходили, и они просто сгибали по другому. Они просто пошли по да, и чуть-чуть забыли скинуть Смок КТ, а там у меня с АВиком Вижен легкий был. 1-2. А там Арсен Маркарин свежу. Там 1-2-3, я бы и четвертого забрал, и потом они очень душ... Мне очень понравилось, насколько душно, что Фанки, что Зузу стояли одну и ту же позицию, смотрели и доиграли. Причем там был Эрик, вообще ни слова. Он убил меня, убил Скоропуху, а дальше он мог доигрывать. Бабки в карман и двигаемся дальше. Ну, переиграли, вот, Боженьку увидел, все по-честному. Плюс-минус все получалось, за исключением пар важных раундов из серии 5-2 и тому подобных, которые мы отдавали, соответственно. Рушили экономику, и из-за этого не хватило как раз-таки этих парочек раундов для победы. Жаль, что Каро не потащил клатч, когда Степа его бил при... Что-то, помню, 10-9 было. Ну, короче, не помню, если бы Каро потащил, мы бы закрыли бы, я на 100%, я думаю. Мы сейчас и на фейсе, как, блядь, собираемся в кучу, блядь, допы. И берем, а потом все, какие-то тупые раунды, блядь, отдаем, что, 5-2, там вроде допы. Ну и все, уже посыпались, блядь. Где-то не хватило, просто одного килла и все. Все, ехало, пацаны, блядь, давайте нахуй. Пацаны, за ручь, блядь. Вспоминаем, что, блядь, непросто так играть, нахуй. Что, поехали, друзья. Гранд-финал МФЛ против Амкала, 1-0 в серии. Напомню, что Амкала проиграли свой пик карту Эншент на допах со счетом 16-13. Теперь МФЛ выходит на свой пик, это карта Демираж. Это якобы выход на П, дает первый способ в окно, флэшки в окно. И что, визит стреляется, а ребят в это время выходят на базуа. А, и вот так проблема у Эрика и узк роботов, да, все, а у нас работает. Классический развод, который, ну, реально пользуюсь, до сих пор. Не думал, что это именно так будет. Тава, кинус по Зузу. Диффуза есть у Арсения Левшука. Ну, да, вы, правда, погибает. Правда, да, вы погибает. Плохо. Ну, и кажется, Арс, ой, ты Арс и Карат, погодите, погодите. А может быть, раз депать пачек получится у Арсения Левшука? Кажется, нет, не получится у Арсения. Хотя, подождите, один в один. Депает пачку, и заходите, и сидит, и нет, император, император. Запомните это, представляете, потому что даже в худшем случае, который был сейчас, мы его выиграли. Второй раунд, и это экономический. Для командам Кал. Динарил, первый фраг находит на Карате, второй фраг находит на Арсе, ну, довольно быстро получается. Команда МФЛ стремительно заходит на базу Б, где сопротивление... Ух ты, в голову как попадает дава, хорошо, Фанки. Скачка будет установлена, но здесь желательно, конечно, МФЛ без потерь собирать. Зузу, по-даве. Робот ждет, ждет, пока импера идет его искать. И импера здесь, вообще, эту перестрелку проигрывает. Робот выбирает, так, девятый. Эрик минус по скоропу. Забрать калашу и унести на следующий раунд, было бы виноват. Эрик еще минус Фанки. Хорошо. В итоге, два девайса мы выпили. Главное, третий здесь. Точнее, единственный свой девайс, который подобрал, Эрик, мне оставить. Где он не стихнет, там? Хорош. Слушай, четыре девайса выбили. Я не знаю, это лучше. Все нормально, все нормально. Дрогно. Очень хороший эко, попознался. Давай, 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 пацан, все хорошо, ебил нах. Ноу тильт, гайс, ноу тильт. Ну а кара в целом у нас в ковры идет ставить. Я понял. Да, по первому тайму, говорит, там будет битва против скоропупа. Импер в это время нашел фраг по Эрику. Скоропуп. Минус по каре. Става. Неплохо, фраг имеется. АЕ-шка прилетает. Ну и нет, да, вот здесь будет. Блял. Арсений Левшук, может, хайлайтик какой-нибудь? Но нет, что-то вообще по стрельбе не пошло. У Арсений еще 12 кп остается. Ринарио очень долго его убивал. Но в итоге скоропуп приходит и помогает. Сейв, нормально. Лапса хавик. А еще, ух ты, если бы скоропа-то еще и забрали, было бы что-то брали. А он бежит за АВиком, якобы в коврах. Он же где-то здесь был. А вот и он. Ну я не пойду в писту. А, в зал, АВик. Ну чё? Неужто опять под Б? Там уже в четверо. Там уже 4 стак Б. Става. Тачку запрыгнул. Импера будет чек. Ну вот, кстати, с даблскоупом могут быть проблемы у Импера здесь. Если бы его на широком пикнули, вероятнее всего, были бы проблемы. Давай смотри, 4 Б стак. Первый минус, второй минус. Тут третий минус. Вот тебе и пожалуйста. Угаданно. Угаданно. И Ринарио приходит в шарта. Первый, второй минус Ринарио. Есть информация, что еще как минимум один красный. Он чекает главку. Но вот под Эдвардом надо ему посмотреть в первую очередь. Он угла пока что не дает. Вот видит еще одного. Опа. Карр все-таки Ринарио забрал в шарте. И скробот добирает Зузу. Все хорошо. Настя, Аликоса. Вот и все, блядь. Колот, Арсения есть. Можно поесть. Это, парни, я ошибся, извините. Ничего, ничего. Погнал просто разбегиться. Да, да, да. Все верно. Быстрый выход на А. Мы решили... Ух, Ринарио. Ну как жестко попал по Эрику здесь. Карац, робот. Карац снова. Ну вот, быстрым темпом решила, так скажем, удивить своих соперников. Да, команда МФЛ. А импера, импера. Пачку пока не ставим. Пера занимает в итоге КТ. И ставится под КТ. Бомба. Опа. Дава. Находит свой фраг по империи. Ну и Арс, минус по Скоропупу. Все. Браво. Хороший цель. Хороший цель. Молодцы. А дави информации пока никакой нет. Но я думаю, это время 5-30 секунд. Минус Атерика имеется. 4-4. Размен хороший. И пока что для МФЛ по-прежнему... Фанки прочекать правый упор или нет? Кажется, Фанки чекать не будет правый. А нет, прочекал, но поздно. Дава минус 2. Минус в окне еще Зузу. И ситуация для Ринарио. 1-4. Уже 1-3. Но и Кара его не допускает. На сайт БМ это 4-3. Дава все пикает, блядь. А ну его, блядь. Тим временем, скроб играет с дефолтом. На головах играет Эрик Товмасян. Флешка прилетает на центр. Пикает центр Карра. И погибает. Погибает также скроб от наточки А. Эрик Товмасян минус. Боже, ну как же на ровном месте так повалились. Дава. Шикарный фраг по Ринарио. Это будет выход на Б. Это будет выход на Б. А там и Арс, и Дава вдвоем. Шарта. Это заход на Б. Арс снова не пошло по стрельбе. Есть минус от Давы. Ой, Дава. А там лоу хп импера. Ну под себя смачок. И надо как-то из этой ситуации выруливать. Даве. Но нет, не выруливал. Блядь. Сори, мужики, блядь. Что это за говно? Минус 8-1 он, блядь. Выход на бесхозный. Ну разве что только скроб. Да, был с КТ. Вот сейчас Эрик уже с коннектором у нас. Мы полетели. Ой, в итоге Эрик сам забландился от фэшки с робота. Пытаются прошить, но с робота здесь запрешерят. Да. Так и есть. Ситуация 3-5. Честно говоря, если фрага сейчас с КТ не будет, можно сейвить. Если фрага сейчас не будет после ракупу. Так, это сейв. Это должен быть сейв. 2-4. А по смен ситуации, ну, 2-3. Это, конечно, поинтереснее. Но все равно мы с вами видим, да, что Арс остался в парте. А он, кстати, там найдет своего потенциального обидчика. Это Импера. Но Импера все-таки его и забрал. 6-4. Первая половина как минимум не проиграли сборной МФЛ. Как ты не умираешь, блядь. Я же, знаешь, при фэринге хожу на. Ну, и у Сени здесь 35, грубо говоря, на 2 пули. И в итоге Фанки его еще и добирает. Последний Давид Агикян. И его здесь Импера СВП, конечно же, смотрит, но промахивает. Но зато вся информация есть по последнему сопернику. И это должно быть довольно просто. Дифуза есть удава, может попытаться промутиться, как, но он слышит, что в стене Фанки летит. Ну и в итоге Фанки еще и забирает этот раунд. Вот так вот. 8-4, первая половина за МФЛ. Вот и все, красавец, блядь. Пацаны, пистолетку берем, Форс и 8-7 уже, блядь, давайте. Скроп, что здесь происходит? Нормально все? Сеня, ты бесит меня, пожалуйста. Давай, давай, Скроп. Можем. Сейчас выиграем, пойдешь собак кормить. Ну что, вторая половина карты Демираж. Амкал переходит на сторону атаки. Посмотрим на супер важный пистолетный раунд. Напомню, что по итогам первой карты Амкал проиграли. Свой пик, опять же, карты Эншн. И теперь буду доигрывать на пике МФЛ. Готовится раскид, головы, плюс внешка. Тут все-все прям по дефолт. И десантур на точку А. Ринарио уже получает порцию старта. Свинца! Как же жестко, кара по нему прошелся. Кара еще и минус империя. Но эту палетку надо уметь. Вообще, нужно отходить сразу в глубь КТ и принимать 3 китчен. И потом уже реплейки с шарта, плюс китчен. КТ и так далее. Ну что, бомба установлена, 25 секунд. Дефуза есть у Степы Фанки. В этом раунде тяжело будет уже ретректировать базу А команде МФЛ. Еще и получатся в голове Зузу. Минус от Эрика, минус от Сени. И последний остается Крапуп. Так, трестижи есть. Браво, молодцы. Все, пацаны, сейчас аккуратно, внимательно. Форса, скорее всего, будет. Послушайте, в чем трабл? Просто глаки реально лучше из проф. Мы на второй раз не угадаем, все окей. Ринат, мы си чем? 17.11. Неплохо идет. 15.8 карат. Вот они. Два жестикса. Ринарио в итоге занимает яму. Попытка повторить якобы пистолет. Ой, Рина, Ринарио. Ринарио. Что за флешка от Арсения Левсу? Ха-ха-ха, Рина. Ну ты дал, ну ты дал Джазику. Фанки. Неужто его не проверят? Неужто не проверят? Я в это не верю. Проверили. Фанки, фанки, фанки. Патроны кончаются. И пачка-то тоже здесь. Каратаев, надо убегать отсюда, Владос. Потому что здесь оффэнгл для Скарапупа. Так и есть. Так и есть. И последний Арсений Левшук. 1 в 3. 75 кп. В принципе, келсбара достаточно здесь. Ну и так как Карат заходил в коннектор, все прекрасно понимают, что последний игрок находится у нас под точкой А. Ну и готов вылетать на первого Арсений, но второй разменивает моментально. Это Зузов. Какой соса, блядь. Пацаны, если бы у меня коллаж был, я бы их просто в линейку разъебал. Они просто раскидывали, и он, прикинь, смоком не попал, и они в смоке стоят. Ну что, со счетом 11-6. Мы продолжаем смотреть этот гранд-финал. И сборная МФЛ. Если сейчас забирают этот раунд, то будут в одном раунде от победы на этом турнире. Но Амкалу здесь уже ошибаться нельзя. Пачка-то идет под базу Б. И здесь приемка на А будет интересная. По какому таймингу они будут открываться, не совсем ясно. Видели в КТ. А в упоре не прочекали. Минус Дала. Эрик минус Пу. И поехали. Степан Михайлович. ХМ-ка в деле. Бам-бам. 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 Ну ладно, на один фраг. На один фраг. И в итоге здесь Ринарио прекрасно понимает, что Скропу в коврах. Пошла суматоха. И все-таки Скроп погибает. Ах ты. Минус от Имперы по каре. И последний Эрик Товмасян. 1 в 3. На постплэн ситуации. Но опять же, там у Зузы есть и дым. И осколочное. И молот. Боже ты мой. Как же тяжело здесь будет. Эрику Товмасян. 12-6. Это 6 гранд финал поинтов, дорогие друзья. Чемпионшип поинтов для МФЛ. Это не ласт, это не ласт, ДФМ. Бля, наши раунды отдаем. Кто это, смог на внешку? И выход на базу Б. 3-2. Сплит. Ну что, получится ли вам кал этот раунд? Давай смотреть. Там у нас играет Скропуп вместе со Степой Миховичем. И сюда же стягивается Имперас. 2-3. Третий промах уже от Импера. Это Кроссфайр. Это Кроссфайр. С пачкой погибает Дала. Шарта приходит один игрок атаки Каррата. И Эрик, размены. Все, хорошо. 3-3. 3-3. И надо ставить бомбу. И постплэнсифация. Давайте смотреть, как она здесь сложится. Для команды Амкал. 34 секунды есть на раздефьюз. Зузу Шарта. Кроп здесь неподалеку. Кроп пекает по правой стене. Ой-ой-ой, Зузу. Первый минус, второй минус. ГГ. ГГ, дорогие друзья. Сборная МФЛ, чемпионы этого турнира. Забирают этот гранд-финал со счетом 2-0. КАЙФ! Чудо! Бля, как сука пизда, бля. Бля, вообще кайф. Сюда! Кайф еще, что мы выиграли, на самом деле. Но Эншнан был очень патный. Пацаны реально неплохо играют. Ну, да, возможно, у нас Паэлло сильнее команда была, но... Мужчинская муччо! Бля, не зря мучились. Летс го, Чеймс! Летс го, Чеймс! Конечно, не пуёвая. Я, пиздец, кинроспортсмен. Я контрстрайкер. Я бы сам сразу сказал, когда мы стояли, покупали катки. Стопку у нас с кем-то есть. Я говорю, что Мираж легкий будет. Я буду, бля, сейчас очень близлочал. Я говорил, что мы трусишки сорвем. По факту. Не, на самом деле, прикольно, но вот этот кэс, в который мы сейчас играли, мне он был вообще не близок, потому что Энпера в конце начал душнить. Ай, давайте постоим. Ай, я не могу, чтобы мне надо было. Я даже не могу. Я когда сижу, у меня то нос нахуй зачешется, то подмышка, то жопа. Это пиздец, бля, тяжело так играть. Знаешь, что я тебе скажу? Ну, вот, я в него, мне понравилось, как мы в него играли. Ну, я сам не знаю. Это, бля, знаешь, этот кэс, это все равно, как родина играет в футбол. Охуеть, нахуй оскорблять меня сейчас. Ну, по факту же, бля. Чуть-чуть дизмораль выбыла из клеи, вот это все паузы, все, поэтому не получилось. Как будто в тильте у кого-то просто не шла стрельба, и в целом после первой карты развал пошел. Пытался мораль как-то подержать, но не очень получалось. Не знаю, ебаная болота. Ну, я пытался держать мораль в команде у нас, но на мираже мы потухли жестко. Не знаю, вроде старт, потом мы уже выровняли, 4-5, и все. Ни одного раунда мы не берем, 4-8, и просто потухли, бля, тильт какой-то. Ну, тильт самое ужасное, что есть в Counter-Strike, это невозможно. Я не в тильте, я в ахуе, бля, я заебался за сегодняшний день, бля. На минус параль невозможно ничего. Если у тебя один в тильте, все, по сути, позиция теряется. Если ты играешь за защиту, и раунды улетают просто вот так вот. К сожалению, мы даже ничего менять не смогли, бля, потому что еще даже не говорили об этом, хотя надо было, наверное, что-то поменять. Lucky cool. Все? Да. Спасибо, бля. Турнир максимально понравился, кайфовый первый мой опыт вообще в каком-то турнире по КС. Я прям кайфанул, особенно первая катка, когда конкуренция такая была. Ну, чуть не повезло, ничего. Надеюсь, будет еще турнир, придем за реваншем. Обожаю турниры в целом, и начинаю играть в КС, когда есть турниры. В другое время не играю, очень. Ну, я не знаю, это кайф, отличная атмосфера. В целом в Ген-Менеджене приятно собираться, всех видеть. Киберспортивная лига чемпионовская атмосфера. Кому кубок? Фанки, фанки, не кайфанкул. Нет, смотрите, пацаны, честно, вам большое спасибо, что приняли участие. Спасибо. Самая, самая проблемная команда, честно вам скажу, самая проблемная, но по игре вы были красавчики. Фанки, брат, тебе кубок. Хуя ела! А мы кто об этом не узнает? Не молчали. Всем пока. А тебе взрослый дядя, тебе фанки. Моркарян, молчи на забавку. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я в этой комнате не проигрываю, блядь. А где шампанское, блядь? Что нам переехали нормально? Ну, блин, ну... Закончился наш медиа-турнир по Counter-Strike, где сборная МФЛ одержала победу. Борьба была нешуточной и в полуфинальном матче с Банкой, вы помните, тот Эншин, было непросто. Но команда прошла финал, где смогла одолеть Амкал. Амкал – это всегда крепкая команда. Не важно, что на поле, что за ее пределами, что в киберспорте, да? Поэтому хочется в первую очередь поблагодарить всех участников этого турнира. Выразить большую благодарность президентам клуба, которые пошли на встречу и отпустили своих игроков. Этот турнир было провести невероятно сложно. Кто создавал этот контент для вас, они заслуживают лайка, комментарии. Поверьте, было очень тяжело. Всем большое спасибо. Сборная МФЛ с победой. Надеюсь, что такой турнир мы будем проводить не один раз. А все зависит от вас. Поставьте лайк, напишите комментарий. Большое спасибо вам за просмотр. Я уверен, что этот финал вам понравился. И в нем было все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok